Надежда Серненко, я не ожидал, что бывает как. Вы помните мои слова, все люди братья, все садоводы Такое предательство, Надежда, как так, не ожидал, мы же с вами одно поле ягоды, мы должны с вами быть это, друг за дружку, плечом к плечу Да для нас, зачем было втопить меня, опускать меня как конкурента На всех хватает, все, вокруг столько дерьма, вы думаете, случайно началось с этой фотографией? Вокруг столько дерьма, видите? Ну почему это надо, ну вот зачем? Почему, ну наверное, зависть какая-то сработала, как же без этого? Итак, после этого страшного обвинения в предательстве, мы сейчас разберем ее письмо Оно, пожалуйста, пожалуйста, оно официальное С этими самыми, раз Оно свежее, ему три дня всего Оно попало, видите, сколько комментариев Вот Ну правда, это, всех, не удалось всех это обмануть А потом, полюбуйтесь на эту даму Вот, причем, сразу скажу, я не буду ее выставлять невежей Хотя, она себя как бы представляет как невежа, типа, ну чуть, ну сейчас поймете Вот, опытнейший человек, опытнейший человек Вот, я всегда с удовольствием смотрел, мне не все нравится в ее агротехнике Ну, присылали мне ролики, смотрел Итак, после такого вступления В начале все прекрасно, но это тоже учеба, это тоже мы должны ждать Начинаем с хорошего Хоть и не очень много плодов абрикоса предстали перед взором садовода Но косточки, в них вызревшие А следует, я их можно использовать по назначению Не только расколоть и ядрышки, проварив в сахарном сиропе, добавить готовое варенье Сегодня ко мне пришел очередной заказ Вот, там получается по деньгам 500 косточек, высылаю 800 Человек не скрывает Опять, онкология Поэтому вот это, в хорошем смысле Только смотрите Одно дело сырое, как я говорю А другое дело, проварив в сахарном сиропе, добавить в варенье Наверное, это с какой-то лечебной целью, да? Косточки, они сами по себе не очень пусто, они даже горчат Ну, не косточки, а ядрышки Поэтому я это воспринимаю как учебу Проваривайте в сахарном сиропе А нет, погодите Не, не проваривайте И тот, кто меня слышит, которому я вышел 800 косточек Манджурского абрикоса Будьте добры, ничего не проваривайте А вдруг испортим то, что надо То есть, качество лечебное Значит, живем сырое Ладно, проехали Можно вырастить из ревсеяниц Который будет незаменен в качестве подвоя Или станет предметом ожидания Выросшего абрикоса в дереве с различными плодами Вы еще не догадывались, а зачем эта преамбула Зачем она нужна? Ведь можно и дар, и варенье Можно и дерево с изыскими плодами А представляете, как железо-то подставил Ну, дальше учеба При этом надо помнить Об особенностях расщепления признаков Есть ли решение высевать То можно, как совет, сразу, как светлый мячурин Вот Спорный совет, потому что В середине лета Вот сегодня я собрал первые два ведра Абрикоса Вот И Что получилось Да, детский фотографий взял Сегодня 24 июля Представляете, если сегодня Я их, ну, в десяток съел Соскучился Если я их сейчас высажу У меня-то точно больше сидят У меня мыши жрут все У меня большая часть косточек Которые проходят время Сливовая Вишневая И Абрикоса Жирает так же Абрикоса Вот Такое впечатление, что у них Не какие-то зубки А какие-то Челюсти Какое-то У-у-у Но тем не менее Я не советую высевать сразу Ну, все знают Потом я же покажу Мои фотографии Все знают О 100% В схожести Можно заранее даже знать Что если все нормально То там схожество процента Ну, 95-90 Так Ну, может, несколько мыши съели Вот Но это уже другой вопрос Как это уже защищаться Но Сразу Вот я не советую Но это все было Присказка И вдруг Она Цитирует Вот это письмо Ну, кое-кто подозревает Что она его сама сочинила Вот Пришло письмо Из Поволжи Внимание А я решил использовать Вот эту подлую вещь Эта подлая вещь Надежда Для того Чтобы Научить людей Иметь максимальный выход У скосочек Я Вместо того, чтобы Посыпать голову Песком Или как там Опилка Нет, забыл Чем Чем посыпать голову Пеплом Я не помню Залезть И сидеть И не высовываться Я же подвел человека Зимой В феврале За 10 тысяч рублей 500 штук Да Видимо, правда Правильно Видимо, человек Так и написал Я верю Не все поверили Думали, что это его провокация Я сама сочинила А Ну, 10 тысяч 500 штук Это по 20 Да, я так и продавал Ну, кто покупал 520 Рублей Штука Мы выписали Костки от Железа Сибири Вот смотрите, ребята Вам еще многим Выписано Из них зашло Штук 80 Так Но Впоследствии Почему-то Корни-мяки Начали сгнивать Даже в этих 80 Смотрите Осталось 18 То есть 10 тысяч Коду Под хост Их мы посадили В трехлитровой Емкости Может Земля не подошла Но Да Искренне Потому что Человек Действительно Уж ничего Не понимает Но понимать Должна была Надежда Что она должна Была сказать После того Когда Корни Начали сгнивать Догадались Часть людей Которые Комментировали Не все Должны Любить Вот И вот Сейчас мы Причину Будем искать И найдем Сто процентов Вероятностью Да Самое Обидное Что человек Который Мнит себя Специалистом Даже Зная Может быть Решила Все-таки Сделать Крайним Железом Сейчас увидите Не причину Настоящую Вот А Железова Смотрите Вот Это Значит Что она Умна Знаете Когда-то Говорили Ой нет Не буду Исторические Примеры Еще обидится Итак Наивный человек Считает Что Земля Не подошла Ну Я считаю Что на любой Земле Вырастить Можно Если Немножко Это Там С какими-то Условиями То есть Не в любой Земле А в любом Регионе На большей части И теперь Смотрите Самая Подлая Вещь На свете Внимание Надежда Что вы написали Что сказать Как Однозначно Ответить Что изначально Задуманное Было обречено Вы поняли Друзья мои Сейчас дойдем До учебы После этого Еще больше У нас будет Садов Благодаря Надежде Благодаря Ее Провокации Изначально Задуманное Было обречено То есть Человек Обратился Лежим 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 Вот за что Изначально Было обречено То есть Вот Поняли Это все Совершенно Негодные вещи Деньги Выброшены 500 500 Косточек Это Внимание Читаем Дальше Искренне Жаль Садоводов Получивших Такой Негативный Опыт Знакомства С культурой Вы еще Не знаете Причину А ей Уже Жаль А может Она Сама Не знает Что человек Сгнывал Косточки Она Не знает Искренне Жаль Садоводов Получивший Негативный Опыт Знакомства Скульптуры Баркос Я Их Жаль А ты Их Научила Чтобы Эти Косточки Уникальны Теперь Еще Отступление Такое Надежда Как Гражданка Черненко Да Я боюсь Не дай бог Я Я вас Давно Знаю Но у меня Память Плохая На память Гражданка Черненко Рядом С вами Челябинский Челябинский Университет Работает Директора Мясского Института Ваулин Александр Юрьевич Вот Он Мои Косточки Железовские Как он Там написал Ну-ка Вспоминаем Несколько Фильмов Было Вы-то Должны Знать Иначе Или вы Действительно Дальше Собсоноса Не видите Остальные Все знают Вот Те Кто Меня Сейчас Слышит Узнает Что Он Вырастил На Пятый Шестой Год Получил Первый Рожай Через Четыре Года Плодоношения Средний Урожай Составил Цитирую Его Александр Юрьевич От 28 До 50 КГ Причем Видите Как у него Красиво Написано Было Обречено А вот А у него Обречено А был Обречен Успех То есть Параллельно Он Написал Что 12 С 12 Мес Полученные Косточки Выросли Дали Плодоношение Внимание 500 Грамм Средним Заметьте Не килограмм 500 Грамм Средним С дерева Вы поняли То есть Абсолютная Разница Между Косточками Железа И другими Это Не просто Там 50 А у них 20 Кус А у этих 10 У этих 5 Килограмм 500 Грамм И второе Я подсетил Уже на память Но я уже запомнил Навсегда На всю жизнь И вы Наверное Знаете Ближайшее Экспериментальное Нет Другое Не экспериментальное Селекционное Научное Учреждение Средний Урожай Составил 300 У него 50 Килограмм А здесь 300 Вы что думали Килограмм Грамм В среднем Вот А вы как Почему Вы решили Что было Обречено А вы знаете Надежда Гражданка Черненко Что У меня был Случай Я разговаривался Потому что Практически Уже все Все знают И дальше Будет еще Много Учебы И еще Много Вебинаров 200 20 40 245 Вебинаров Суна сошел 6 лет И я На перекрестке Видел аварию Две Великолепные Я-то езжу На Ладушке Я до этого Ездил на Океан На Запорожье На старенькой Тойоте Которая Это Разваливалась Вот И тут Лада Пусть новая Но Лада Лада Аргус Скромно А здесь Две Аномарки Крутейшие Столкнулись На перекрестке За рулем Обоих Сидели Женщины Я ничего не буду Даже в таких случаях Кто скажет Тут Наплетел сейчас Я еще и крестюсь Что-то было так На моих глазах Перекресток был Без этого Я еще подумал О, что будет Обе дороги Радоценда А не работает Этот Широкий Дороги Вот Не работают Светофоры Выключены Вот И вот Две Женщины Они Слава Богу Живы Но две Столкнулись Красивые Это очень дорогие Машины Вот скажите Мне пожалуйста Представляю Когда они Ну может быть Морду Убить не стали Долго искали Виновата А потом решили А виноват Завод А почему Ихние машины Разбиваются Ну естественно Если суд подойдет И скажет Вы научитесь водить И пошли нахер Так вот Здесь то же самое И я сейчас вам До конца Вот это пройдем И я вам сейчас Маленький урок Для надежды Почему Она То что я сейчас скажу Она должна была Сама это ей сказать Вот этому человеку Если все это правда Да Вот он человек Кончает Может земля не подошла Вот тут она должна была Сказать то Что если она Она опытная Она конференции проводит А почему здесь молчит А может и правда не знает То что Все знать Никто не может Смотрим Давайте вначале Дочитаем Итак Ей жаль Садоводу Получил опыт Это значит Что те сотни А я Опять же Посмотрите Только сейчас Вышел очередной Этот фильм А там опять Мои абрикосы И сеянцы И привитые И вот такие вот Все это расходится По стране Но она это все знает Значит что Надо опустить человека Понимаете Хочется верить Товарищ Можете ему позвонить Сказать Ты что Меня оскорбляешь Не меня Это Извините Я ни при чем Мы Мы Я ни при чем Мы Мы Видите Это не я Это он Вам Ответил Дрянь Тупая Вот Вранье Чистой воды И вот Дружище Который Я считаю Так Это не вранье Это Ну все таки Где то сомнение Опытнейший Этот Абрикосовод Ну не может Не знать Что Что Эти Пятьсот Косточек На самом деле Выдающиеся Именно Из-за этого Она написала Вот эти вот Подлинные слова Да Искренне Жаль Садоводов Получивших И так Жалко Вас Ребята Как Вас Жалко Как Я Жалко Этого Я Поясничаю Ёрничаю Как Я Жалко Этого Самого Своего Земляка Доктора Этого Ну как Директора Института Ваулина Как Я Жалко Который Преподнес Это как Невероятнейшую Сенсацию Мои косточки Невероятнейшую Которая Это не просто Это ну как сравнить Я не знаю 300 грамм Средней Урожайности У Соседей Ученых 500 грамм Это все Что со всей страны Собрал Все Ко-северо-запад Усток 500 грамм А здесь 50 килограмм Вот Понимаете Я к чему подвел Дальше Поехали У вас Сколько Брав Все Шикарные Честно Ваше Имя Еще Смеет Упоминать Бездарные Сами Не понимают Как Что Сажать Надо Слушай А вдруг Надежда Ты Правду Не знаешь Я Все Время Подчеркиваю Еще Еще раз Я Теперь Вас Буду Учить Берите Ручку Садите Сейчас Ниже Надежда А вдруг Правду Вы Не знаете Вы Думаете Если у человека сгнили абрикосы То виноват тот Кто их выслал А Следующая Серга Наверное Лунин Их попытка вырастить Из косточек Железова Заранее была обречена На неудачу Вот Начало Учебы Ребята Ну Кто же Это он Я Ну Кто же Сеянцы абрикоса Выращивает Трехлитровых Контейнерах Они что Разве Не знали Что надо было Сеять Косточки абрикоса На постоянное место Вот Меня послушался Ваунин Директор института И Его В его науке В его Реферате В его докладе Сенсационном Это и звучало На постоянное место На постоянное место Вот 50 килограмм Получается 5 лет 9 лет И дерево Дает 50 килограмм Это сколько 7-8 лидер Вот так Вот Ребята Ну А может Правда Надежда Этого не знаю Представляете В каком виде Ну почему Нельзя было Вот это Вот Не Лумен Я даже знаю Знаком Незнаком Может Знаком Вот Вот это Вот Можно было Написать Смотрите Смотрите Начинается Учеба Вот Это Вот Ну Не 3 литра Литра Да Таких Выращивать Часть всего Это Не емкость Для выращивания Когда Косточка Поросла Можете Посадить Но так быстро Потом начинается Одна ука Это значит Питеровка Он вырос Вот такой Уже Надо срочно Пересаживать Почему иначе Сгниет Нету Дырочек Видели Земли Не посажены Видели Вот так Стоит Себе И стоит И ждет Пока Сгниет Вот Этот способ Это Самый Главный Гнайник В стране То есть Вот Такая Емкость Вот Это Может быть Двухлитровую Бутылку Отрезают Верхнюю Часть Это Может быть Действительно Горшки Но Главное Вот Это Вот Поняли Итак Здесь Происходит Следующее Даже Если Есть Отверстия Так Вот Но Их Ставят На Подоны Ворачивают На Подоконниках Помните Да Вот И Здесь Всегда Переуложнение Сейчас Будем Это Проходить Итак 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 Это Это Уже Это Вы Должны Были Сказать Не Вот Этот Лунин А Вы Почему Вы Взяли На Себя Надежда Ты Ты Взяла На Себя Миссию Суди Твое Дело Было Вот Сейчас Железа Тот Самый Который Был Неизвестно Откуда Который За 40 Лет Поставил Всевозможные Рекорды По Моростойкости По Урожайности По Всем Этим И Вдруг И Вдруг Такой Шанс Разделаться С ним Вот Такой Шанс Разделаться С ним Вот За 10 Тысяч Ха Ха Извините Я Разговорился Потому что Вы знаете Как Было Когда Мне Товарищ Присыл Он Так Извинялся Ну Пожалуйста Не берите К сердцу Напейтесь Там Таблеток Или Чего Небудь Накапайте Только Не берите Я Я считаю Что я Правильно Должен Был Вам Выстать А теперь Переживаю Переживете Левы Да Переживу Потому что Это Учеба Да Она Хотела Чтобы Больше Никто У меня Ничего Не Покупал А За Одной Саженцы А Зачем Покупать Саженцы Внимание Скорее Всего 18 Последних 18 Сильц Обречены Гибли А А Теперь Учеба Все Я Теперь Уже Высказался Мне Полегчало Итак Надежда Протри Глаза Протерла Ты знаешь Что у меня Вот тут Рядом Вторая Грязка Я Прошлый Раз Показывал Там Точно Такие По Сратификации Нет Не Так Эти После Сратификации А Те Высажены Были Ой Вот Попробую Запомни Если Они Одинаковые Вот Эти Высажены Осенью Вот А Те По Сратификации Но они Чуть Короче Вот Настолько Вот Я вам их Показывал Такая же Схожесть Вот Что ты мне Это Как Это Батон Как Ты на голову Крошишь Или Что ты Это Ты уже Сама Перешла На это Все Рамки Разве Можно Так Обращаться С Чеком Когда Здесь Растут Тысячи Тысячи Будущих Великолепных Которые Будут давать В среднем 20-30 Ведер И Дойдут До 30-40 Лет Зачем Ты Это Делаешь Ведь Если Скажешь Что ты Я даже Не думал Так Я даже Не Хотел Чтобы Вы Не Так Подумали У вас Прекрасная В схожесть Вот они Ваши Абрикосы Дали Урожай 20-30 40 И Более Потому Что Дальше Никто Не Считал Ветер С Дерево Вот Как Хитроумно Я Еще раз Еще Потрати Немножко Времени Вот Как Однозначно Ответить Это Ее Реакция На то Письмо Грустное Горькое Что Изначально Задуманное Было Обречено Человек Обрек Эти 500 Косточек Изначально Они Были Обречены Прошу Прощения Дело В том Что Бывает Очень Очень Важные Звонки Я Так Живу В Эм Мире Вот Тем Болем Вы Устали Две Минутки Переходим На Другое На Проводе На Хуторе Бывает Только Приехал Прямо Сейчас Провожу Вебинар Поэтому Не Смогу С Вами Поговорить Давайте Почему Что У меня Перерек Трех Минутный Записывайте Можете И Другие Услышат Нет Восемь Девятьсот Шестьдесят Это Мой Железо Семьсот Семьсот Семьдесят Шесть Восемьдесят Шесть Семь Зва Да Вебинар Закончится Только Через Два Часа Вот Ну Если Позвоните Это А Вы Наверное Нестор Спросили Ну Значит По Красноярскому Времени Звоните В Один Семь Не Буду Спать Все Извините Нельзя Даже Говорить Неудобно Надо Я Должен Был Сделать Первых Уже Хотя Бо Большое Причине Что У меня Редко Долго Редко Заказ Нельзя Пускать Вот Зачем Старается Чтобы Ко мне Больше Никто Не Это Не Леж А Вот Видите Никто Не Леж Как Умно А я Еще Вначале Кто-то Что-то Не Понимаете Не Очень Дальновидное Это Умнейший Человек Вот Жаль Что Такие Людей Врагами Становится Изначально Человек Изначально Задумал 500 Купил Было Обречено Одна Фраза Искренне Жаль Садоводов Получивший Такой Небагативный Опыт Знакомства Не Написала Бо Скультура Абрикоса Железова Ну Все А Теперь После Того Когда Она Получила Своё Цитировать Больше Не Будут Вот Про Это Ребята Если Еще Мы Ворачиваем В контейнерах Вынуждены Семечковой Культуры Груши Нельзя Яблони Можно Это Учеба Абрикос Нельзя Сливу Можно Вот Персик Между ними Что-то Среднее Ну Сейчас Покажу Фотографию Я За этим Славным Должен Стоять Доказательства Я Вас Очень Прошу Не Выращивайте В этих Самых Садите Сразу Но Я Должен Скать Некоторые Вынуждены Это Делать Но Раз Вынуждены Имейте Ввиду Я Десятилитровое Закапывал Нет Садил Внизу Вот Это Белые Ведра Из-под Эти Знаете Одиннадцатилитровое Ну В них Джем Ну Такой Собирал Мой друг По Красноярску Вот такие Отверстия И в землю Закапывали За один год Вырастали Красавцы Два метра Телевидение Приезжало Приходилось Вот так Бедра Десятилитровых Они даже Не замечали Это Закопанное В землю Вот Как звучит Это Как бы Назвать Средний Вариант Между Семечко И уже Постоянное Место Вот Ну что Не могла Нормально Объяснить Я за тебя Объясняю Итак Про всхожесть Сколько там 580 У человека Вылезло Где остальные Сгноило Сейчас будем Доказывать Вот Фотография Сделана 24 июня 23 года Я уже не беру Старые фотографии Скажите Это было Случайно Но Смотрите В глаза Чья фотография Вы знаете Как же фотографии Есть свой Как бы Этот Подпечаток Когда Нажимаешь Не нажимаешь А там Сразу Как Да То есть Фотоаппарат Какой марки Вот Она Правда И все В один год С этим Самым Смотрим Дальше Вот Эта Фотография Для Ребята 5 раз Показывал Каждый Год Хотя бы Раз Я Вынужден Это Делать Вот Именно Так Вот Внимание Я Почему Такое Подобрал Смотрите Сюда Вы Видите Вот Эти Горшки Вы Видите Вы Знаете Что Они Стоят На Чем То Не В Земле Вот Итак В Начале Было Слово Уважаем Валерий Константинович У меня Праздник На душе Мои Ваши Абрикосы Взошли Должен Подробно Говорить С оттенками Как Рассказ Не Как Инструкцию Взошли Прекрасно Растут У меня Будет Сад А вы Знаете Какое Вредное Это Не то Что Вот Это Поверила А Может Она Просто Поверила Надежда Вот Это Тому Кто Написал Это Письмо Ей Да Просто Поверила И Вникать Не Стала А я Стала Надежда Вникать Знаете Как я Вник Вот Клянусь Еще раз Все Что Я Сейчас Скажу Это Не Выдумка Типа Для Литературы Для Этих Для Будущих Учебников Вот Опять Клянусь Опять Крестюсь Знаю Меня Опять Будут Говорить Нельзя Бог Креститься Это 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 Грешно У меня Свои Счеты Сбор Вот Где Надо Получаю От него По полной Итак Видите Я Говорю Пожалуйста Раз Уж Вырастили В Горшках Вот Скажите Насколько Глубину Вы Закопали Она Говорит Сейчас Не Помню Она Могла Назвать 5 7 10 И Главное Что Я После Этого Орал В Трубку Я Чё Путый В Этом Пламе Ты Зачем Со мной Связалась Ты Могла Просто Письмо Не Заметь Кем Ты Сейчас Выглядишь Надежда Я Орал В Трубку Той Даме Раскопайте Срочно Я Знал Что Вот Это Смертельная Лавушка Она Раскопала И Присылает Что Мне Делать Выбрасывать Поняли Вот Так Вот Бывает Здесь Было Опоздание Полное В Других Случаях Я Говорю Сколько У меня Осталось Из Пятисот Даже Вот Это Можно Было Спасти Конечно Скорее Чем Обречено Потому Что Явно Гни Корни Начали Сгнивать Не Корни Охренивая Шейка И Все Что Ниже Да И Корни Осталось 18 Да Эти 18 Что Должна Была Сделать Надежда Вы Почему Не Спасли Эти 18 Почему Не Сказали Срочно Ведь Это Не Зимой Было Срочно Высаживай Высаживай Как Може Быстрее Сильную Обрезку Возвращение Подопревание Какое Скорее Всего Они Мертвы Но Попытку Спасти Чем Можно Было По Крайне Мере Это Людей Не Все Пошли Вузы Школьную Биологию Все Изучали Хоть Один Знаешь Что Не Бывает Гибридов Между Пешиками Яблони И Груши Вы Видели Сколько Там Посмотров Вы Видели Сколько Подписчиков За Два Дня Это Сколько Мертвых Дерев Специально Вот Это Будьте Добры Надежда Ищите Врагов Настоящих Врагов Вот Это Они Заполонили Всю Россию Дерьмо Они А не Я Легче Станет Когда У меня И у Сергея Железова Перестанут Покупать Саженцы Лучше Саженцы В России Зимой Зимой На морозе Здесь В Хакасе В Сибири А вот здесь У вас гораздо Теплеще У меня Вот так Вот Я имею Право Так Говорить Провокация С вашей Сорони С моей Ладно Читаем Дальше В общем Еще раз Этой Фотографии Нет Цены Мне за нее На Докусацию Переметать Она Спасет Миллионы Деревьев Потому что Вот это Стало Нормой Вот это Гробить 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 Вот Видели Оставить Не закапать Землю Оставить На подоконье Куда угодно Все Кончается Миллионы Смертей Сначала Вот такое Ура Вначале Вот так Видите Верхний Час Идем Дальше О Разошелся А я Спокойно Проведу Мне присылает Это письмо Да Такое Подлинное Пока Еще с вами Не закончил Вот Я Это Самое Ничего Сейчас Обещать Не буду Может Не дойдут Руки Я Еще Здесь У вас Много Много Материала Очень Много Да Есть Конференция Вот Я Когда Пытался В конференцию Смотрите Все где Есть Несколько У вас Подчеркиваю У вас Получерненко В вашей семье Несколько Принципиальных Ошибок И Ваши Абрикосы Проводоносят Не потому Что Вы Правильно Делаете А потому Что Они Такие Крепкие Надежные Что Их Трудно Уничтожить Вот Хватит Мне терпения Я еще Подожду А Ходить Еще Дальше Не лез Напишите Извините Скажите Ну Крайнем Случае Прекрас Давайте Мерам Не поняли Вы меня Не имело Я эту Ввиду Вас Еще Не имело Ввиду Во всей стране Где будут Абрикосы Я их Имело Ввиду Тех Кто Рассылает Сотнями Вот Пожарил Все Которые Потратил Это Не к вам Не Не к вам Подумай Что было написано Косточки Железа И тогда Я вас Уставлю Покое А так Посмотрим Тут есть Чем Поговорить Вы знаете Как я Это Не переходя А с вами Можем На личности Перейти Не переходя На личности Сейчас Вам Это Очень важный Момент Сейчас Поговорите То есть С вами Я еще Не закончил Я буду К вам Обращаться Итак Дмитрий Киселев Это Не со мной Переписка Видели Это Там же Под вашей Статьей Надежда Под вашей Статьей Дмитрий Киселев Пишет Серг Согласен С вами Мне тоже Пришла Мысль О том Что Проблема Не в Семеном Материале А в Подходе К делу Много Раз заказывал Косточки Ужелеза В прошлый Год Не исключение Схожесть Профессорификации Прочит Сто Процентная Семен Семен Расставить За сезон По 2 метра Друзья мои Берете Песок Если он Не такой Хорош Как у меня Испасочен А Строительный Какой угодно Промыли его Высушили А потом Соотношение С водой 7 к 1 7 Обив 1 Объем Перемешали Косточки Абрикосы Туда На 2 месяца Закопали В этот Песок В холодильник Приносит 2 Поставили Вот Что У вас Будет Вот Что Будет А теперь Еще раз Отклоняюсь Внимание Друзья Вот Это Вот Я Покажу Ух Вот Я Как-то Баба Я Попомню Сейчас Я Этого Сейчас Это Самое Сейчас 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 Ага Я Это Учеба Многие Из вас Кто заказал Получает От меня Некое Документ Сейчас Вы видите Ставим Я Всегда Знаете Почему Это Чтобы Не Расслабляться Знаешь Здесь Есть Документ Где Меня Железово Это, кстати, меня относится к надежде, к черенкам Это просто я вот попался на глаза Вы меня ругали, что использовали свои фото Короче, меня обвинили в плагиатах за то, что использовали свои фото Знаете, почему? А сотни других, кто использует мои фото и дурят людей Они ни при чем Нашли виноватого, нашли плагиатого, железного За мои же фото Вы представляете, как трудно живется надежда в этом мире? Нет, не представляете? Вот, да, что потом Значит, Александр Смотритель Я это уже по делу Значит, у него есть фамилия Писоцкий И живет, и он в Межханале Это один из самых умных, грамотных людей Я ему сегодня навекаю надежды Но он бы так никогда не написал Помните ваши эти двусмысленные фразы Вот И он мне присылает фильм про морозостойкость Во-первых, открыть так и не смог Пожалуйста, прошу меня за это просить Поэтому нет реакции Но Гражданин Писоцкий Я В высоком смысле говорю, гражданин Я случайно Ватсапе Нет, не ватсапе В общем Я наткнулся на ваш фильм Так Где вы Взяли Лис бумаги Вот Догадайтесь, что я сейчас буду Другать или хвалить Потому что я привык Только ругать, ругать Все калечат эти груши несчастные Вот И вы взяли лис бумаги Взяли ручку И начали рисовать Схематическую грушу И вы рассказали Мне и всем Что груши растут вот так Помните мое вот это Сколько раз я вам показывал Вот это пальцы Вот так вот Как вот Результат получается Когда я гну, траву Режут А вот так растут А дальше вы Не спеша Пункт первый, второй Я сижу у меня Это Все тает во рту Это не Это не Черненко Надежда С ее злобой Вот Не, не злоба Это такое хитрое Это Знаете А взял и Вот это Потом у него Это А потом фильм Они у него от урожая Вот так вот Пошли Пошли До того Умница Лучше мне это рассказал Вот И получилось Идеальная груша Идеальная форма Для Урожая Когда сами плоды Формируют Скелет Александр Писоцкий Я специально Называю Это Несмотритель Я не знаю Почему вы под этим Работаете Под Кличкой Как ее называть Псевдоним Я Это Знать Что я не один Представляете Вся королевская Все Гигантское Гигантское Количество Тысячи 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 Наберите Самое подлое Это слово Правильное Первое слово Это Правильное Обрезка Летом Правильное Обрезка Осень Зимы А потом еще А если это Груша То и без Она не Промет Право Так растет Они не знают Непроисхождение Они не знают Почему она Вот так Растет Господи Александр Какое У меня Это Как сказать Какой праздник У меня на душе Вот теперь Я Это Как сказать Я уже Уже А то бывало Ведь иногда руки Опускаться Мои сторонники Молчат Как Набрали В этот Пятьсот Просмотров Ни одного Комментария Тысяча Просмотров Один Комментарий А эти Нет Эти Всегда Когда Два Миллиона Триста Тысяч Поливкина По уничтожению Деряв Такой Знаете Добротная Инструкция По уничтожению Садов Добротнейшая Такая Вот И там И комментарии Как ее Благодарят Ну теперь Это все Теперь Там и у нас Сад будет А вот здесь Друзья Внимание Итак Когда я Отправлял Эти Пятьсот Косточек За десять Тысяч Рублей Которые Я считал Честно Заработанные Я Вспоминаю Каждую посылку Ну почти Всем я Бесплатные Семена Предлагаю За сто Рублей Брошюры Предлагаю Спросите Это Двадцать Тысяч Купили Продать Не могли Со Слав Подсовы Видите Но я же Не говорю Человек Говорит У меня есть Или не хочу Тогда Сумма На сто Рублей Меньше И все Никаких Обид Так вот Дальше Ваш заказ Принят Помните Упаковка Посылка Сейчас они еще Стали дороже Потому что Вначале Идут С косточками Стандартная Отпустится Стандартная Такая коробка А потом еще Пластиковая упаковка То есть Приходится Заплачивать Но это уже Не главное Главное Это саженцы Ой Косточки Смотрите Дальше Все что надо Все что надо И вдруг О чудо Вы думаете Тот кто Заказал 500 косточек Изгноил Подчеркиваю А они же будут Доказывать Я буду Доказывать Смотрите Я понимаю Человека Понимаю Человека И мы все Это пересмотреть Сратификация Семен Четыре урока До одного За глазах Я вам сказал Всем к одному Мокро Это Это Самое Объем Воды Один Объем Этих Всем Перемешали Закопали В холодильник Уже Все Уже У вас 90% Некоторые Взойдут Рано Проворонить А вот такие Хвосты Погибнут Некоторые Не зайдут Вообще Потому что Природа Дала Свойства Несколькими Сотни Зайти На следующий Год Это Мудро Это Чтобы Катаклизма Пережить Отлежавшись Зашел Погиб Не взошел На следующий Год Солнышко Взошел Поняли Вот Это Не обязательно Все Ну Где Здесь Свердловская Область Прибалтика Ну Как вы думаете Есть разница Между Прибалтикой Это Мокрой Брррр И Свердловской Области Ну Подберите Где себя Ближе Ладно Где Вы Ближе Свердловской Ближе К тем Я уже Надежда Это вам Надо Тогда Вы не сможете Вы сейчас Скажете Я не нарочно Не 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 Все Обвинение Зря Ну Просто Не было Времени Ответить Ну После Чувствовала Мини Железу Имела Ввиду А вообще Не покупайте Семена Берите У меня Черненко Сготовая Саженца И Так Можно Понять Вот Итак Я нажал На последнее Открыть Ютубе А теперь Смотрите Я Когда Мы смотрим У меня Начинает Проблема Вот мы Человек Которого Я учу Живьем И благодаря Ему Всех Вас Учу Внимание Внимание Вот Они Горшочки Я Покажу Потом Результат Вот Они Горшочки Не Вот Эти Что Я Хотел Показать Ведь Я Выслаю Всем До Единого Вот Дальше Начинается Что Это Моя Папка Фотографии По Посадке И Схожести Смотрим Вот Уже Работа Пошла Я Командую Видели Я Командую А вот Здесь Смотрите Я Какие-то Нюансы Это Я Ему Учу Все Может Что Нельзя Если Уже Вот Такая То Сделайте Здесь Политуренный Мешочек А потом Вы Дерните Аккуратно Поняли Ну Вот Это Вот Так Еще Раз Это На них Вот Этот Момент Учеба Сучего Только Я Не Могу Уже Долго Я Уже Столько Раз Показывал Вот Этот Момент Сейчас Еще Покажу Может Чуть Дальше Смотрите Сюда Вот Чем Это Одно Из Величайших Таин Закопано Неглубоко Видите Слева Вон Сам Левом Углу Она Появляется Потому Что Она Сейчас Упрется Рогом Вот В этот Самый В росток И Поднимется Вот Так Вот Это Чудо Косточки Развалятся В разные Стороны И Вот Это И Все Что Нужно Было Знать Человеку Дальше Дальше Много Интересного Много 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 Вот Ну Я понимаю Долго Но я старался Для тех Кто Действительно Хочет Это Что Я Имел Ввиду Сказать Я Имел Ввиду Что Когда Школьников Заставят Это Учить Не Вот Это Дебильное Нужна Ли Влага Для Того Чтобы Семь Зашло Вопрос На Идиотский Помните Вот Это Я Ввиду Что По По Моим Данным Пусть Полтора Часа Все Это Будет Проходить 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 Эти Занятия И в униститетах И в институтах И в темиральской академии В конце концов Тоже Ни хрена Не знаю Теперь Уходим Отсюда Итак Много Раз Заказывал Косик У Железова 100% А это Не я Это У вас Я Ничего Не Как Называется Не 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 Подсловывал Я Ничего Не Так Таком Не Дел Это На вашем На вашем Канале Это Ваша Переписка Там же Где Вас Боленчика И того Мягко говоря Обозвали Персики Понадежнее Когда-то Я показывал Эту фотографию Ну Учеба А Давайте Я Поучил Надежду Черненко А вдруг Она Не Предырялась Правда Не Знает Просто Нашла Повод Железово Кинуть Как Это Опустить Итак Когда Человек Растил Это Вот Я Сказал Ну-ка Немедленно Это Моя Привычка Только Мне Хватывается Что Пошло Расти Мне Пришли Эти Фотографию Но Перед Этим Докопайтесь До Корневой Шейки Он Докопался Потом Он Сам Сделал Красные Черточки Написал Корни Вот Это Корни Вот Это Вот Так Было Закопано Вот Так У Него А Вот Уже Потом Когда Он Раскопал Пошли Побеги Где Побеги Где Должны Были На Поверхности А Он Не Ведая Тому То Ле Он Похвастался Что Глубо Закопал Вот Это Идиотское Закопаем Поглубже Ради Корней Ведь Правда же Тут Появляются Как правило Или корни Или побеги Если наверху Побеги То А под землей Корни Ну корни Величайшие Редко Как правило У яблони С трудом Может быть Еще У слип У вишен Но Груши Абрикосы Верная Смерть Я Что Сделал Я Спас Его Персик От Гибели Вот Насколько Он Закопал Фотография Немная Фотография Его Никаких Подтасовок Никаких Подделок Не то Что Он такой Умный Сам Себе Режиссер Сам Себе Придумал Опять Клестюсь Видели Я С Богом Не шучу Я Хочу Чтобы Меня Принимали Такой Какое Есть Мне Немного Осталось Надо Успеть Вот Вот Потом Дошло До Этого Чеха Который Пицот Косточек А Знаете Что Я В архиве Все Есть Данные Появляются Телефоны Вот Я Бесплатно Вышли Надо Жаль Я Когда Бывали Такие Случа Когда Чехник Не Зашло Еще Вышли Оплатить А не Надо Или Вы Ошибка Когда Чех Обменял О том Что Он Ошибок Надел Пополам Вы Половину Платите А Вторую Половину Не Платите Вот Так Вот Лишь бы Только Чех Руки Не Опускал Который Уже Опустил Вот Это Вот Сильевы Сергея Они Взошли Годом Позже То Есть Они Вначале Не Взошла Ни Одна Ни Одна Ни Две Такие Несколько Гряд Прошел Год Зашли Дружно Он Зав Что Могут Зайти И Все Время Держал Ну Чтобы Не Заросло Буквально Этой Метровой Тровой Он Все Время Держал Как Гряд Ко Овощную Зашли На Второй Год А Абрикосы Те Не Взойдут Они Нарказ Гнили Будем Доказывать Для Чего Вот Эта Фотография И Потом Ниже Мы С вами Столкнемся Еще С Одним Человеком Который Лучше Меня Знает Как Надо Сидеть Но Это Будет Ниже Однажды Что Интересно У меня Уже Она Лет А В 21 Году Я Эту Фотографию Сделал С Экрана И Мне Такой Фотографию Присали Мол А Знаете Как Человек Написал Оказывается Президенты Двух Кореи По Железу Усадят Ну Я Горько Усмехнулся Они Железу Они Не Знали А я Покажу Уси Садит Я То Есть На моей Стороне Два Президента И Наверное Они Дураки И Наверное Те Кто Вручил Лопату Знал Что Дел Да А У нас Я Все Хожу Как Этот Самый Требит Рожей За Холмы Вот Итак Гражданка Черненко Вот Это Вот Мне Присылали Вот Эту Фотографию Так И Я никогда Этого Не делал Мне сказали Что это Мох Сфаг Ну И В этом Ху Последили Раз Два Три Четыре Пять Шесть Скорее всего Тут Десять Этих Обычно По десятку Прошу Наверное И десять При Прочих Равных Условиях На Момент Когда Его Достали Наверное С Холодильника Полностью Один Сгнил Дальше Два Проклянусь Видите А судьба Остальных Наверное Семерых Мы не знаем Жаль Жаль Но Еще раз При прочих Равных А добавьте сюда Еще немного Влаги И все Будут Гнилые Вот Мне так Нравится Вот эта Фотография Спасибо Больше Присылайте Вот эту Фотографию Я вам Показывал Ребята Вы уже От нее Могли Устать Примета Это Вот этот Камень Смотрите Внимательно Этот Камень Он Ни Причем Это Отдельная Тема Мода Из Мода Приволками Сейчас Будет Потеть Значит Будет Тепло Вот Ночью Будет Медленно Остывать Ну На Приле Много Чего Не Смотрите Нету Камня Есть Разница Половинка Та Самая Которая Косточки Одай Двух Половинок Где Она Оказалась Подземной Значит Косточки Еще Неживно Глубиня Синтиметр 5 Это Дальше Я вижу Вот еще Входит Абрикосик Вот Вот Может Мы Не Знаем Какой Там Климат Подговорить Это Не Моя Вот Земля Потреска Сухая И Он Совершенно Живой А Может Это Случайно Сухая Может Быть Тем Леж Это Холм Практически Гальда Холм Это Одно Тоже Вода Плохо Держится Стекает Здесь Повыше Сушняк Вентиляция Знаете Самая Кость Поросить Самая Трудная На Холму Первый Потом Дальше Когда Кормят Подхолми Пусть Туда Вода Ильется Декорчики Кормят Это Потом Я Просто Говорю Что Если Так Оставить С Нее Чем Будет Думать Что Что Железа Присыл Гелые Косточки Еще Еще Эту Фотографию Мне Прислали Видите Тоже Самое Я считаю Закопано Глубоко Это Как Бэт Назвать Почему Смотрим Дальше Фотография Помните Моя Та Самых Знаменитых Которые Должны Изучать В Университетах И Все Тоже Чем Знаменитых Академий При прочих Равных Условиях Зашла Одна Две И Кажется Кажется Вот Вот Живая Вот Она Раскрылась И Пилась В это А тут И шло Двадцать Но Это Природа Это Природа И Даже Здесь Понятно Что Хотя Их Никто Даже Не Закапывал Здесь Был Всего Лишь Сантиметра Двадцать Двадцать Снег Даже Этого Хватило Чтобы Из Двадцати Семнадцать Сгнило Не Верите Мертвое 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 Видите Покрыто Плесень Мертвое 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 Вот Непонятное Мертвое Вот Мертвое Вот Ну Пусть Пятнадцать Из Двадцати Гнилых Это Притоп Что Никто Не Гнаю Вы Представляете Как Важно Сделать Простые Условия А когда Эти Условия Называю Ну Посмотрите Вы Фим Хотите Кто-то Потратил Десять Тысяч Сказал Себе А А Еще Как Константин Снег Надо Смотреть Я Это Слышал Сотни Раз Я Провел За Телефоном Еще За Этим Проводным А теперь Уже И Мобильным Тысячи Часов Хранение В стеклянных Баночках Там Маленькие Сухими Крышечками В холодильник Песок 7 к 1 Вот Песок Более Гранулированный 6 к 1 Вот Это уже Усложнение Начинать У тебя Как Крыша Начинать Ехать А Все Просто В эти Самые Контейнеры Стеклянные Банки Уже Большие Побольше Это Очень Важно Побольше Сурового Песка Потому Что Когда 10 Косточек Рядом Лежат 2 3 Высосут Первое Посолся Сразу Гашля Влага У него Как Губка Всосывает А Соседней Уже Нет Не Проснется Никогда Время Опущено И Как Правило У меня Здесь Захваты У меня Из 20 Зашло 6 У меня Из 30 Зашло 8 И Ждут Весь Апрель Май Июнь Ну Хорошо Кто Позвонил Сройся Высаживайте Не смотрите Вот Это Вот Моя Жизнь Вот Те Кто Заплатил 10 1500 Костик Теперь Вы согласны Сознаю А Вот Это Не знаю Это Мне Писали Фотографию Смотрите Как Он Персик Вот Это Вот Что Сейчас Раскроется Это Есть Себе Доль Видите Внимание Хоп Вот Они Это Есть Себе Доль А А вот Это Вот Я Похвалил Этого Я На Торговле Не Работ Я Илю Покупать Только Торфинные Горшочки Вот И Кстати Никогда Я сам Не Использовал Как-то Напробовал Делал Но Немножко Совсем Вот И Что Ему Сделается Как Он Сгниет Вот Там Корни Где Тут Корни А вот Эта Вот Фотография Немножко Из Другого Оперы Дело В том Что Дело В том Что Они Все Раскрыты Это Вишни Вот Это Беда Это Значит Что Мыши Не Дремлю Вот И Поэтому Многих Кто Садит Я же Говорю Лучше Сразу Но Мыши А Потом Появляются Люди Которые Меня Уже Призошли Напоминаю Предыдущие Предпоследие Вебинар Фотография В тазах Растет Таз Вот Так Живот Землей Таз Это Уже Все Таки Целая Грязь Согласитесь Это Уже Не Грязь Шелый Целая Грязь И Вот Такое Расстояние Видимо Мыши Прык А Зали Судовление Молос И Первый Этап У человека Ну Допустим В апреле Пока Подрастает Все Так От Мыши Спас Поэтому Я Всегда Говорю Идеально Ну Коты Отравлено Зерно Сес Так Чтобы Не Отравить Еще Вместе С Этим Мыш Вместе С Мыш Птицы Отравить Вот Вот Этот Момент Но Это Уже Другое Мыши Этим Мыши Продолжение следует...